ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В закупленном комментарии будет ссылочка, а также на этой неделе у нас турнир ACA, я его тоже полностью разберу, там насыщенный карт, много боев, тоже про всех бойцов расскажу. И это где? У нас также в бойцовском клубе диванных аналитиков в описании и в закупленном комментарии. Ребяточки, присоединяйтесь. Да, полный разбор у нас в бойцовском клубе диванных аналитиков. Еще один, чтобы получить разбор, нужно набрать лайки, это бой Аббакарна Магомедова. 200 лайков на тот видос, который у нас лежит уже на канале. И, поставив свой голос на сообществе группы, на сообществе этого канала, выбрав бой, выйдет еще один разбор на поединок. Значит, Джон Кастанеда против Муингафуров. Очень интересный бой, очень нелегкий бой. Муингафуров, очень популярный спортсмен среди своих, да? Те, кто разбирается в ММА. Согласен. Вот. Ну, собственно, разносторонний достаточно парень, да, с прозвищем Ярким Таджик. Вот. И, собственно, умеет бить, умеет бороться, прекрасно все это делает, комбинирует. Ну, вот, очень сильно устал, не шла у него борьба в контендер-серии, да? Но после этого набрал хороший ход, да? Победил очень таких знаковых за пределами UFC соперников Диего Сильва. Очень хороший соперник. Херберт Соуза вообще хороший, да? Он вообще и борется, и сабы, и бьется в стойке неплохо. Прям хороший соперник был. То есть, по мне, так Херберт Соуза даже может опаснее, чем Анхеллигер, который у нас здесь в прошлом был победителем. Вот. Ну, что касается Джона Кастанеды, боец тоже очень разносторонний. Не знаю, как мне казалось, у него хорошее кардио, но в последнем бою он кончился уже в середине второго раунда. Из него все соки выбил Дэниел Сантос, просто всю ду из него выбил и нокаутировал. Но бой, на самом деле, был очень жесткий. Было огромное количество разменов, было огромное количество жестких попаданий. Нокдаунов, потрясений. Короче, чего только не было там. Вот. Что касается в целом, как бой сложится. Ну, это достаточно сложный соперник у Муина Гафурова. По коэффициентам у нас здесь... А есть коэффициенты, да? Да, выкатили коэффициенты. Джон Кастанеда 1,7. Муина Гафуров 2,22. Не, ну, за 1,7. За 1,7 это, конечно... Ну, в целом, учитывая опыт, да, учитывая разносторонность Джона Кастанеды, наверное, можно сказать, что коэффициенты по делу. Но, учитывая последний бой, да, и в целом то, что один боец показал отрасительное кардио в последнем бою своем, а второй боец на жестком ходу, на жестком, значит, бапеш, да? Поэтому, конечно, за такими коэффициентами, кажется, можно поболеть за Муина Гафурова, посмотреть, как он дебютнёт уже в полноценном бою UFC, и как он попытается стереть секси-мэкси, да, с прозвища Джона Кастанеды с его мексиканского лица. Романович? Ну, смотри. Во-первых, я хочу отметить, что сейчас Муина Гафуров очень плотно и уже довольно долго. Он прям живёт и тренируется там, в Лас-Вегасе, да, там, то есть он, ну, знаешь, никаких там, типа, перелётов, там, акклиматизации, ничего такого не будет. Он практически там, где он живёт, тренируется, там и будет выступать, да? И, ну, соответственно, там, где он и выступает в последнее время, да? И я хочу заметить, что, несмотря на то, что он выходит на коротком уведомлении, если мы с вами посмотрим, да, на его социальные сети, мы видим, что он тренируется постоянно. Он в замечательной форме. Он явно очень хорошо готов. Он заряжен. Действительно, были у него проблемы на контендер-серии с Чадом Анхеллигером. Не знаю уж почему, потому что я вспоминаю его бои Ван. У него были бои, которые затягивались. И, да, там было, что он подуставал, но не настолько. С Анхеллигером он прям, знаешь, прям устал. Ну, опять же, ну, не совсем понятно. Может быть, тоже это был, если я не ошибаюсь, его, по-моему, первый в США бой. Знаешь, тоже может быть перелетка, это акклиматизация, всякое может быть. Я хочу обратить внимание, что сейчас он и уступает в организации LFA. Как ты верно заметил, он выиграл двух очень жестких бразильцев. Это прям классные бойцы. Он завоевал пояс организации LFA. И я хочу заметить, что он не устал в этих поединках. Один закончился во втором раунде, один он закончил в третьем раунде. А этих ребят, в принципе, прикончить крайне тяжело, да. А он их, ну, в принципе, выиграть. Он их не только выиграл, да, он их еще и прикончил. И, ну, то, что сейчас Муин показывает, это прям, ну, прям вызывает некоторый интерес. Мне это нравится, да. То есть он сейчас выглядит максимально универсальным спортсменом, стремящимся. У него очень хорошая борьба, да. Ну, не стремящимся только в борьбу. Бойцом, который в стойке себя прекрасно чувствует, еще и невероятно опасен, да. С ним в стойке стоять, ну, вообще, заканчивается плохо, да. Для ребят в крайних поединках очень плохо. И хочу, кстати, заметить, что он вот эти бои в LFA, он их прям разнообразно, знаешь, закончил, да. Одного классно рукой срубил. Второго очень классно с разворота ногой срубил. Ну, типа, знаешь, это прям, это прям хорошо смотрится, очень интересно. Вот. Ну, и, соответственно, я предполагаю, что, скорее всего, он будет здесь очень хорошо готов. Вот. И, соответственно, бой, я думаю, что может быть очень близким. Что касается Кастанеды, да. Вообще, он по базе борец. В колледже он боролся. Ну, опять же, это если верить его инстаграму, да, и этим статьям американским, которые я читал про него. Так что, по своей базе он тоже борец. Что касается его боев. Ну, во-первых, нам нужно обратить внимание, что человека до UFC нокаутировали, да. И человека в UFC, в крайнем бою, тоже жестко нокаутировали. Тоже держим в голове. Ну, и, соответственно, фактически в UFC у него 2-2. Он проиграл Натанелю Вуду в дебюте. Нокаутировал старичка бедного Эдди Вайланда, да. Вот. Ну, и, соответственно, вот самое лучшее, что у него было, вот это бой с Майлсом Джонсом. Действительно, хороший поединок. Как раз-таки борца, обращу внимание, да, он выиграл тоже по своей базе. Он его перестреливал. Он накрутил темп, да, к третьему раунду. И передышал. В третьем очень жестко попал. Еще и задушил, да. Ну, и, соответственно, в крайнем поединке он уже сам с прессингом не справился, с Даниилом Сантосом. Ну, опять же, я, знаешь, я не скажу, что Сантос какой-то прям плохой боец. Он хороший, он жесткий очень боец. Но он все-таки проходимый, по большому счету, спортсмен. И его потрясал там. Причем Кастанеда его потрясал раза три, наверное, если я не ошибаюсь. Причем очень жестко. Хай-киком. Но бразилец не падал, да. И этого хватило, что выиграть. Потому что Кастанеда выдохся, вымахался. Все. То есть он потряс соперника, да, несколько раз видит, не может его прикончить. Он пошел бороться с ним. И, соответственно, борьба тоже уже не заходила. И кардио кончилось. Что касается этого поединка, здесь я думаю, что, скорее всего, разборка будет в стойке. И борьбу, мне кажется, возможно, будет периодически пытаться применить Муин Гафуров. Но, в любом случае, мне сейчас трудно сказать, кто в стойке лучше. Потому что то, что Гафуров в ЛФА показывает, это крайне хорошо. Прям очень хорошо. Ну и нужно понимать, да, что Муин Гафуров будет немножко крупнее. Муин Гафуров моложе на 4 года. Как бы тоже надо иметь в виду. И надо понимать, что этот спортсмен невероятно заряжен. Прям, ну, 100%. Он замотивирован по самые уши. Поэтому, лично для меня, Кастанеда за 1,7, ну, это не самый интересный вариант. И учитывая Кэф, да, и учитывая в целом, что он фаворит, я бы все-таки здесь поболел за Муина Гафурова. Здесь и коэффициент интересный, и такой зрелищный приходит. Реально суперзрелищный боец, который не получил свой шанс на контендерс, да, потерял. И, соответственно, он сейчас очень голодный приходит. Мне вот интересно посмотреть. Я, честно, ожидаю, чтобы поединок прям был с искрами. Классный, интересный. Ну, с точки зрения ставок я бы Кастанеду не рассматривал. Я, если хочу поболеть за Муина Гафурова. Да, на самом деле, хочется увидеть разборку в стойке. И надо отметить, что, конечно, Даниэль Сантос еще огромную ставку в бою сделал на удары по корпусу. Тоже очень важный момент. Ну, и в целом, расслабиться господин Гафуров не даст самому сопернику. Будет нагнетать борьбой, будет заставлять уставать. Ну, посмотрим, кто лучше в борьбе, кто сможет бороться вообще, кто не сможет, кто лучше будет в стойке. Интересно будет посмотреть. Бой действительно разноплановый. Вы пишите свое мнение в комментариях. Ставим лайки на этот видос, на видос, который висит уже на канале. Заходим в основную группу, донатный раздел, там интимные фото бойцов, девушек, да. Бойцов с конкуриденок аналитиков. Бесплатно абсолютно бои. Можно смотреть бои, там, Кайкра Франц, Альбази, Кассерис, и кого угодно. Миллера, Эллиота. Кого угодно можно смотреть бои. Готовиться к поединкам абсолютно бесплатно. И полные разборы, значит, ACA и UFC на этой неделе выйдут именно там. Так что подписываемся, пишите мнение по этому бою в комментариях. И всем пока. Продолжение следует.